Историум ТВ Процентная скидка Эрикс выстрелил, выпад расшифвоющего зеленокожего почти в упор. Не останавливаясь, он сделал выпад из защитной стойки, его меч вспыхнул, проливая внутренности очередного врага на пыльную, потрескавшуюся землю. Затем быстро наступил на глотку зеленокожего, сраженного болтерным зарядом в упор, а потом молниеносным выпадом снес голову четвертому. Не было времени добивать каждого, казалось, ксеносам нет числа, и выглядело это так, словно весь город оказался погребен под грязной зеленой волной, и устоять могли только те, кто мог пробиться из-под нее мечом или болтером. Боевые братья седьмой роты сражались до последнего, но теперь было похоже, что волна поглотит и их. Посреди безумного грохота битвы, Эрикс вновь активировал вокс-передатчик. Марко, это капитан Эрикс, проклятие, подрывай заряды, мы едва держимся. Нагрудник капитана растрескался так, что был виден окровавленный поддоспешник, и это было только самое заметное из травм. К счастью, концентрированный коктейль из поддерживающих гормонов и встроенных в броню стимуляторов будет сдерживать боль достаточно долго, чтобы... Что ж, достаточно долго. Марко, отвечай! Еще один громоподобный залп сотряс улицу в двухстах метрах впереди, раскидывая тела и конечности ксеносов по зданиям с обеих сторон. Танковые эскадроны прорыва понесли тяжелые потери, но под командованием Эрикса смогли отступить к базилике, стреляя на ходу. Осталось только два поборника из шести, но они продолжат собирать свою кровавую жатву, пока боеукладка не опустеет или орки не уничтожат их. Шальной выстрел чиркнул понаплечнику, удар развернул Эрикса и не устояв на ногах, он припал на колени. Спустя один удар сердца, трое из его выживших воинов рванулись вперед, готовые защищать своего капитана даже ценой собственных жизней. Скорее всего, так и произойдет. С ревом капитан поднялся на ноги, пронзая могучего зеленокожего своим клинком. Тварь зарычала и плюнула густой кровью в лицо капитана, а затем подняла правую руку, лязгующую ржавую пневмоклишню, которая схватила руку Эрикса, держащую меч, и начала сжиматься. Подскочивший брат Джаннер выхватил клинок и начал яростно кромсать грубые поршни, но зверь просто отшвырнул его и вновь зарычал на Эрикса. Капитан не мог вытащить меч из кишок порка и также не мог приложить достаточно сил, чтобы выдернуть руку из схватки клешни. Кирамида скрипел, и на визоре Эрикса замигали предупреждения о нарушении целостности. Он упер ботинок в грудь умирающей твари, пытаясь освободиться до того, как порк оторвет ему руку. Он почувствовал, как кости трещат под невообразимым давлением, сначала локтевая, а затем лучевая треснули, как сухое дерево. Эрикс сжал зубы, встречая новые волны боли. Ревя бессловесный боевой клич, Джаннир вновь набросился на зверя. Он подобрал цепной меч одного из павших братьев и теперь вновь и вновь рубил им локтевой сгиб зеленокожего. Зубья клинка проливали дождь из крови и поршневой жидкости. Тварь зарычала от боли, когда последним ударом сверху Джаннир отсёк механическую руку, а затем развернулся и рассёк бычью шею орка. Внезапный мёртвый груз к лишни потянул Эрикса вниз, но к счастью, из мёртвого зеленокожего теперь можно было достать меч. Он опрокинулся набок, пытаясь разжать заклинивший механизм и освободить разбитое запястье. Брат Джаннир и остальные напомнили о себе, отбрасывая орду назад. Ещё два снаряда поборников пролетели над их головами. Один попал в арочную секцию здания Скрипториума, наполнив улицу шрапнелью и обломками плоскритовой крошки, а второй разнёс Пиди стал бронзовой статуей Святого Теобелия, которая возвышалась над разрушенной площадью за следующим перекрёстком. На один мучительный момент Святой накренился, прежде чем рухнуть со стоном гнущегося металла, погребая под собой тех зеленокожих, которым посчастливилось пережить взрыв снаряда. Прикованный к месту и не в состоянии выпустить рукоять меча, Эрикс свободной рукой вытер кровь Ксеноса с линз шлема. Он вновь пытался открыть канал связи с Марко. Марко, это Эрикс. Выдохнул он, его грудь словно налилась свинцом. Нас осталось всего семнадцать. Исполни свой долг, уничтожь. Голос Джанниера пробился по другому каналу. Мой лорд, за площадью, глядите. Эрикс изогнулся, пытаясь повернуться и заглянуть за упавшую статую Святого. В тени собора вечной славы Императора наступление орков захлебнулось. Похоже, там что-то происходило. Орки стреляли в разные стороны. Они нападают друг на друга? Что-то произошло между бандами так, что они рассорились в момент своего триумфа? Нет. Капитан часто заморгал, пытаясь придать взгляду ясность. Конечно, это было безумие, иллюзия или галлюцинация, вызванная обилием травм, что пережил его нечеловеческий организм. Только космодесантник может выдержать такое, понял он. И когда тело не позволено умирать, разум может вмешаться и принять на себя часть удара. Конечно, глаза обманывают его. Да вот только как он не пытался, десантник не мог соотнести сцену, разворачивающуюся перед ним сейчас, с реальностью, которую видел несколько секунд назад. Облаченные в темную броню космодесантники выходили из-за низких балюстрат собора. Их болтеры стреляли магниевой яркими снарядами, которые вспыхивали, врезаясь в ряды ксеносов. Из-за весы дыма и пыли появились более полуроты, готовых к бою ангелов смерти. Они наступали на растерянных орков, рубя их сверкающими мечами, или выпуская сгустки бледно-зелёного огня из своего странного оружия. Их снаряжение не было знакомо Эриксу. Это странная коллекция костей, огня искалищихся черепов на чёрной, как самая тёмная ночь броне, без всяких знаков отличия или указаний на ранг, которых мог бы различить капитан. Однако что-то привело его в замешательство. Вместо того, чтобы возглавить своих людей и отдать приказ на совместное контрнаступление, Эрикс оказался прикован к земле видом этого молчаливого, тёмного братства. Во главе их сражался... кто? Офицер? Чемпион? Воин сражался без шлема, кожа его была желтовато-бледной. Он размахивал цепным мечом, его механический вой пробивался через шум боя, подобно вою Баньши. От него у Эрикса сводило зубы даже через фильтры авточувств силового доспеха. И на расстоянии в сотню метров было видно, каким убийственным огнём горели глаза воина, а его безмолвные братья следовали за ним, прорубая целые ряды во вражеском строю. И вопреки всему, орки дрогнули под этим адским натиском. Не сомневаясь в проведении, спасшем остатки его роты от верной смерти, Эрикс вновь повернулся к клешне, всё ещё сжимающей его разрушенный наруч. Джаннер и остальные присоединились к атаке, а капитан вдруг почувствовал, что теряет сознание. Его руки мелко затряслись, и только тогда он заметил, как много его собственной крови пролилось на щебёнку под ним. Эрикс всё ещё пытался дрожащими пальцами разжать клешню, но звуки битвы стали тонуть в сером тумане. Вдруг ясно и чисто звякнул Вокс-передатчик. «Капитан!» Услышал он голос брата Марко. «Воистину, свет терры озаряет нас!» Эрикс взглянул в направлении собора и увидел силуэт технодесантника, поднимающийся из входа в убежище под храмовым комплексом. Он держал детонатор в руке, предохранительная чека была закрыта. Эрикс хотел отчитать Марко за невыполнение приказа, но понял, что может выдавить из себя лишь слабый прерывистый шёпот. Затем ноги подвели его, и он провалился во тьму. Это была пугающая темнота, наполненная перекошенными лицами и полумифическими тварями. Подписывайтесь на канал, пишите свои мнения в комментариях под видео и заходите на warhammergames.ru, где вы можете скачать книги, кодексы, файлы для игр по вселенной, а также ознакомиться со свежими новостями. В мрачной тьме далёкого будущего есть только война. Субтитры создавал DimaTorzok